Привет, дорогие друзья, снова с вами Замберус. Сегодня я хочу затронуть тему оружия из беты Battlefield Hardline, а точнее тему одного ствола, который, на мой взгляд, должен быть понерфен к релизу. В Battlefield Hardline семейство АК представлен АКМом. АКМ — это модифицированная версия АК-47, которая была принята на вооружение Советской Армии в 1959 году. По версии Visceral Games такое оружие можно найти на черном рынке в Соединенных Штатах. Если давать оценку данному стволу, то можно смело заявить, что АКМ — это монстр, который требует нерфа. На то есть три причины. Во-первых, АКМ на данный момент самое мощное автоматическое оружие в бете. Максимальный урон — 43, минимальный — 34. Такого высокого урона не было в играх Battlefield. Допустим, в Battlefield 2 у АК-101 и АК-47, которые используют такой же патрон, как и АКМ, был урон в 38 единиц. А это была самая высокая цифра для штурмовых винтовок за всю историю игр Battlefield. И если честно, меня пугает такая тенденция. Судя по всему, Visceral Games нам представит совершенно иной баланс оружия и систему урона. Во-вторых, темп стрельбы в 600 выстрелов в минуту позволяет АКМу быть весьма эффективным на большинстве дистанций. При дамаге АКМа его просто невозможно перестрелять в ближнем бою. На средних дистанциях он идеален. На дальних его сложно контролировать. Оттого он становится немного косым. Но три шальные пули все равно убивают противника. В-третьих, на АКМ, как и в реальной жизни, можно поставить увеличенный магазин на 40 патронов. Что решает проблему частых перезарядок. Хотя у АКМа она не такая долгая. Единственный минус, который можно заметить, это отдача. У нас есть высокая вертикальная, но, как вы понимаете, ее легко контролировать. Горизонтальная тоже высокая, но у нас изначально установлен компенсатор, который эту проблему решает. Так что два из трех видов проявления отдачи мы уже отсекли. Остается начальная, то есть при первом выстреле. Да, она очень высокая. Даже угловая рукоять иногда не спасает. И получается, что у убер ствола, который доминирует практически на любой дистанции, в минус можно записать только начальную отдачу. Висерлгеймс, так нельзя делать, так нельзя делать. На данный момент в бете это самый вариативный ствол. С ним не страшно идти в ближний бой. С таким дамагом вы можете бояться только владельцев обреза. На средних дистанциях это идеальная пушка, которая подходит для удержания позиций и прикрытия братьюнь по команде. На дальних дистанциях, как ранее говорилось, он плох, но в любом случае шанс на убийство очень высокий. Даже при борьбе с небронированной техникой он показывает себя лучше, чем РПГ. Вам достаточно одного магазина и вражеской машины просто не будет. Также АКМ становится опасней при использовании авторевайва, что превращает вас в монстра, которого, во-первых, невозможно остановить, невозможно перестрелять и невозможно убить. Вас может убить только, как говорилось ранее, либо владелец обреза, либо далекий снайпер, который сидит на крыше небоскреба. Вот как нужно понерфить АКМ? На мой взгляд просто. Во-первых, надо убрать из списка его модулей увеличенный магазин. Во-вторых, немного увеличить скорость перезарядки. В-третьих, сделать поменьше дамаг, снизить его до уровня скара из Battlefield 4. Ну, чтобы циферки составляли 34 максимальные и 25 минимальные. Тогда АКМ станет более адекватной пушкой, которая сохранит, возможно, всю свою вариативность, но при этом не будет вызывать тучу батхёрта у игроков и представителей комьюнити. Потому что раньше дайсы любили заигрывать с балансом и создавали некоторые имбовые пушки. Например, Дау-12 из дополнения Second Assault, которая наносила урон в 150 единиц до 50 метров. С игольчатыми боеприпасами. Слава богу, они потом сделали патч, который убрал эту фишку. Так что, Visceral Games, задумайтесь над нёрфом АКМа. Дорогие друзья, мне, кстати, интересно ваше мнение по поводу АКМа. Стоит ли его нёрфить? Нужно ли это делать? И как его нужно понерфить? Пишите в комментариях под этим видео. Ну, думаю, на этом всё. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте. Увидимся на полевое. Пока.